Время 11 часов 12 минут. Сегодня 25 марта 2016 года. День финальных матчей на турнире ТЕ в категории «Винский». Возрастная категория 14 лет и моложе. В финальном матче встречаются Никита Каширина «Россия» и Алибек Качмазов «Россия». Первый сет остался за Никитой на тайбрейке «Онни». 30-0 на подаче Никиты. Алибек пошел вперед, но ошибся при выполнении удара с воздуха. Никита был четко в обводке. Возвращаем ваше внимание, что манера игры соперника определенным образом отключается. Алибек демонстрирует агрессивную игру, в первую очередь заднюю игру и безупречно выходит вперед в определенных случаях. Никита же предпочитает готовить атаку, но часто достаточно выходить вперед для того, чтобы завершать комбинацию удара с воздуха и сетки. Очередная ошибка Алибека. То ощущение, что он торопится немного. И Никита берет 1-0. Он впереди в первом сете. Финальная ночь дедушек. Первый сет остался за Марией Тимофеевой. И она ведет со счетом 3-2 во втором сете. После первого сета у Виктории Конопадской был медицинский перерыв. Но она вернулась на корт, и надеюсь, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. На подаче Виктория Конопадская. Она только что уступает во втором сете со счетом 2-3. При счете 0-1 во втором сете подойдет Алибек Качмазов. Четкий обратный кросс Алибека ставит Никиту с запруднительным положением. Безупречный кросс в исполнении Никиты. По 15. Смягчает Никиты игру. И здесь допускает ошибку. 30 секунд. Нападающая Виктория Конопадская. Достаточно мягко сыграл. Достаточно мягко сыграл соскуку Никита и Алибек Качмазов. И его наказали жесткие боты в тело. Аут. Аут. Привополнение удара Сацкука. Ошибается Никита выполняет удар Сацкука по одному во втором беседе. В это время на первом корте подача Конопадской идет бескомпромиссная борьба ровно на подачи. Никита вниз, идет вперед. И, в общем-то, Алибек его четко наказывает очередной раз. В общем-то, мяч был на ракетке, но обработать Никите его не удалось. Никита играет на держание. И заставляет ошибиться Алибек. Безупречный. Укорресный удар в исполнении Никиты. Безупречный. Безупречный. Спортсмены показывают пенес высочайшего класса, высочайшего класса. Безупречный удар по прямой грибето, безупречный удар. Видно, что он немножко успокоился и играет более свободно и не нажато. По тридцати на подачи якина. Очередная ошибка с отскоком короткого мяча. На грибе нужно более четко готовиться выполнить этот удар. Тридцать. 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 Безупречный удар. Безупреченный удар. Спокойно дотал мой. и четко положил по месту, ровно на подачи Никиты. Верную стратегию выбрал Никита, но сорвал удар. Насколько верно это покажет время, но стратегический план А у Никиты это удержание, активное удержание. Вот наконец-то у Алибека прошел четкий кросс. Как только Никита смягчил, то Алибек тут же взял гейм. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На корте у девушек Мария Тимофеева во втором сайте ведет со счетом 4-2. АПЛОДИСМЕНТЫ 30-15. И она подает вторую ночь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 40-15 на подаче Марии. Ведника Канакадская ошибается при выполнении торца отскока. Ведника Канакадская ошибка Марии, ПОТАНСКОЕ МАЛИ ...БОЛОДИСМЕНТЫ Очередная ошибка Марии, БОЛОДИСМЕНТЫ алибек выполнил мягкий удар алибек выполнил мягкий удар алибек выполнил алибек и альбек Я думаю, что этот бег нашел ту игру, которая необходима против Никиты Уни. Не форсирует розыгрыш, начинает скорбью ударов, спокойными мячами начинает раскладывать Никита и усиливает, потом усиливает. Ну и вот Никита тоже правильную тактику свою. Активная игра, атака с короткого, выход вперед. Сетка помогла мяч. Активная игра, атака с короткого, атака с короткого, атака с короткого. Никита, но нарывается на атаку Алибека. Нельзя подбрасывать. Смену короткого и зоня. 40-15 на подачу Алибека. Немножко поторопился при выполнении удара с отскока. Готовим на атаку Алибека. Расстрелим через крючок. Первый раз этот удар прошел, второй раз ошибся. В это время у Девушек играется матч-бол. На подаче Вики Конопадской. Но матч-бол умрет. Двойной ошибка. Завершается матч. Вика Конопадская уступает Марии Тимофеевой. Да, достойный был женский финал. 6-1, 6-2. Мария Тимофеева Россия одерживает победу над Викториком Конопадской Белоруссии. Девушки показали качественный теннис. К сожалению, нам не удалось его в полном объеме осветить. Потому что мы полностью были в основном сосредоточены на матче мужского одиночного разряда. По-два. Никита сделал обратный брейк. Вернул подачу Алибека. И спортсмены продолжают матч. Мы видим очередную атаку Никиты с короткого мяча. Выход к сетке. Это тот элемент, который проповедует данный теннисист. Ошибается вбек при выполнении удара кроссом. Ну, сантиметров 20 была. Очередная ошибка Алибека. Видимо, Алибек решил не цепляться уже за этот гейм и спокойно его сыграть, чтобы полностью сосредоточиться на своей подаче. Для Никиты данный бой сложился достаточно легко. Пока спортсмены отдыхают, мы перенесемся на первый курт, где будет проходить финальная встреча в женском парном разряде. В женском парном разряде, где встречаются следующие девушки. На ближней к нам скамейке дуэт девушек из России, которые представляют город Санкт-Петербург. Это Буданова Алиса и Ева Гаркуша. На дальней скамейке девушки в желтых футболках. На дальней скамейке дуэт Владислава Петровского, воспитанница Академии пенниса в Химках, Николая Островского и Камила Бартонне. Не буду обманывать, не могу сказать, в какую страну она представляет. Вот начинается матч в парном разряде. Но пока что вернемся на второй курт, где продолжается матч. Довольно медленно опускался мяч на линию, и судья посчитал, что он зацепил ее. Ну что же, судья людьми, он находится ближе на вышке, 15-0, в пользу Оливье. Хотя такое ощущение складывается, что все-таки мяч... Никита играет комбинацию 2 к 1. Жесткое противостояние спортсмена при розыгрыша данного очка. Никита играет такую накрученную полу-борку и вынуждает Оливье-ка ошибиться по 15-й. Первый мяч проходит косой коробки. Безупречные косой коробки Оливье-ка. 30-15. 30-15. Вновь накрученная полугорка в располнении Никиты заставляет ошибиться Алибека. По 30 на подачу Алибека. Аут. Очередная ошибка Алибека при выполнении удара Сацпока с короткого мяча. И, видимо, чувствует Алибек себя не совсем в своей тарелке. Играет на удержание. Никита тоже не форсирует. Алибека четко кладет мяч по месту. Ровно. Нет, не проходит первой мяч. Четко судьи афиксируют. Аут. Никита решит смягчить. Алибек наказывает его четким поясом в линию. Цепляет мяч в линию с внешней стороны. Компания в линию. Вот и во втором сете. Никита держит мяч и вынуждает Лебека ошибиться. Многовато ошибок у Лебека при выполнении удара с короткого мяча с отскока во втором сетке. Думаю, что спортсмен такого уровня решит этот вопрос похода игры. Сейчас Никита пошел немного неподготовленно вперед и, естественно, нарвался на жесткую оборудование. Подача была А, но судья принял решение, что был А. Своевременно выходит вперед Лебек. И уже 15.30 на полночьи Никиты. Четкий выход вперед по 30.00. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ошибается Алибек при выполнении удара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше на подаче Никиты Коширин. Безупречная первая подача Никиты 4.3. Он ведет во втором сете. Время 11 часов 40 минут. И юноши на порту находятся за в течение 1 часа 40 минут. В это время начался матч в парном разрезе у девушек. А, значит, какая ситуация складывается на Курцын. Он подавал дуэт из Санкт-Петербурга, и из Буданова, и Ева Горкуш. И они взяли подачу на подачу Владислава Петровская. Не идет у Влада Терминича. Но мы пока что прерывем наш рейк.